здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня я начинаю новый большой цикл видеороликов думаю что он будет довольно таки большой во всяком случае потому что к этой теме я подбирался очень давно давно присматривался и вот сегодня решил начать но перед тем как перейти к основному как теперь принято у всех ютуберов я вас всех прошу подписаться на тот канал который вы смотрите подписаться вот на этот канал ссылка на который будет в описании под этим видео и сейчас по ходу дела станет понятно почему я начинаю ролик не с основного своего канала а именно вот с этого и так что затем тема аффилиат маркетинг опять же не спешите отключать не спешите не смотреть потому что я знаю что это тема в рунете распространена очень слабо люди не идут в работу по этой этому направлению почему потому что есть определенный предрассудок относительно этой темы и так чтобы лучше объяснить свою мысль давайте начнем вот смотрите если вы в ю тубе зададите поиск аффилиат маркетинг или партнерские программы то увидите что роликов на эту тему хоть и достаточно много но просмотров очень мало очень мало просмотров по этой теме если же такой же поиск задать на английском то вот этот ролик например набрал девятьсот восемьдесят пять тысяч просмотров за три года правда этот 251 тысячу за 4 месяца то есть в англоязычном сегменте эта тема распространена очень сильно и люди занимаются и и зарабатывают приличные деньги сделаем давайте еще вот так чтобы уже лучше по понимать фильтрах выставлю по числу просмотров самое большее то что смотрелось по русски это это по моему не на русском языке потому что этот индус видно что это индус там где написано субтитры этот тоже на английском языке тоже на английском это amazon то есть сбивается когда ставишь по числу просмотров сбивается как бы счетчик вот самое то что смотрелось больше всего это на русском 115 тысяч за целый год просмотров то же самое и по партнеркам если по этому запросу поставить фильтр по числу просмотров опять же увидим 195 тысяч просмотров за три года 184 тысячи за два года одна из причин вот такого отношения что в русскоязычном сегменте в том что 99 процентов вот таких партнерских программ они посвящены так называемой товарки те кто занимается дропшиппингом ну примерно представляют это ухудшенный дропшиппинг так что именно из-за этого люди в рунете предпочитают заниматься именно дропшиппингом они партнерскими программами в то время как партнерские программы это совсем совсем другое товарка как такая таковая продажа физических товаров это совсем не основная часть аффилиат маркетинга здесь самое главное продажа цифровых товаров и вот если мы такой же фильтр установим по числу просмотров с английским запросом по числу просмотров 5 миллионов просмотров 9 месяцев назад представьте разницу в интересе к данной теме в англоязычном сегменте и русскоязычным вторая причина первую я назвал это то что у нас это понимается как товарный бизнес как продажа физических товаров это совсем не так вторая причина что у нас распространение не получает данная тема это в том что тут как бы нужно знать английский язык я не случайно употребил слова как бы потому что современные способы современные методы будет будь то google переводчик голосовые есть переводчики и просто умение мало-мальски пользоваться переводчиком на очень очень начальном этапе дает возможность зарабатывать именно в той нише в том месте где такой большой интерес и именно на зарубежную аудиторию третья причина по которой у нас это все не развито и в принципе очень большое количество бизнесов не развивается из-за вот такого вот сейчас посмотрим в комментариях здесь вот в этом ролике в принципе парень объясняет но он на товарке объясняет опять же но толково все это рассказывает как надо в принципе делать эту работу и вот я вам просто зачитаю чтобы было понятно какие результаты автор в комментариях автор пишет приятные в цифрах сколько получилось заработать за какой период здесь уже другой подписчик отвечает он не отвечает на такие вопросы и и здесь уже сам автор пишет мои цифры всегда при мне и моя схема чуть другая у вас цифры все равно другие будут поэтому смысла в вопросе нет просто повторите пока это как это показано бесплатно и работает я понимаю что цифры будут другими но мне хочется оценить стоит этим заниматься или нет так как есть другие проекты я конечно тысячу раз извиняюсь но раз ты пришел вот сюда смотришь этот ролик значит тебе не так уж много есть чем заняться да ты ищешь в каком проекте начать работать и этот тебе показался более-менее толковым а не начав ничего делать естественно очень мало понимая в этом в этой области надо постараться хотя бы начать начать и посмотреть то что есть такое выражение зара заработок без вложений заработок без труда и все такое это все неправильно это неправда что значит без вложений если вы не вкладываете деньги это не значит что вы не вкладываете туда свое время которое как известно деньги еще какие так что если ты хочешь заработать ты должен вложиться вложиться первую очередь временем во вторую очередь приобретая какие-то знания и только уже в третью очередь когда ты обо всем этом хотя бы имеешь представление попробовать развиться с помощью вложения денег на ту же самую рекламу и так далее ну это уже третий шаг так сказать и теперь смотрите это кусочек из другого ролика из другого ролика вот человек в англоязычном сегменте рассказывает показывает показывает как можно заработать на афилиат маркетинге я специально притормозил этот ролик он опубликован 20 3 так минутку вот так он опубликован 23 июля то есть вчера позавчера набрал ролик уже 7 тысяч просмотров и человек показывает свой заработок на афилиат маркетинг и смотрите тут выплаты 22 500 рублей 570 долларов 21 316 20 273 19 ну и так далее и практически ежедневно он зарабатывает он показывает заработок с одного единственного продукта цифрового продукта который он реализует дальше он объясняет дальше вот 9 месяцев назад он сейчас покажет 9 месяцев назад он запустил этот продукт то есть начал его продвигать этот продукт был просмотрен пусть уберет 1800 раз просмотр это именно вот этой цифровой продукции было просмотрено 1800 раз в течение 9 месяцев и каждый день он один раз запустился с этим продуктом и ему каждый день приходят деньги то есть вот в этом именно в этом смысл афилиат маркетинга он долговременный он практически рассчитан на можно сказать года но запускаешь его один раз один раз сел запустил и зарабатываешь ты можешь запустить там 10-20 продуктов из них выстрелит один или два но то что выстрелит оно попадет в яблочко если это будет два три тем более больше товаров значит вы просто будете зарабатывать на автопилоте для этого просто надо начинать и надо делать теперь покажу почему я начал ролик вот с этого канала это один из моих каналов то есть вы все знаете наверное когда ты регистрируешь почту google то автоматически у тебя появляется и youtube канал ты можешь с одного аккаунта сделать хоть 10 youtube каналов вот у меня был один такой канал давно зарегистрированный я на нем в принципе и ролики не размещал ничего такого не делал и вот теперь перейдем к аналитике по этому каналу это как пример того что что там может работать на автопилоте и давайте я вам покажу вот здесь 27 мая я закинул первые три ролика первые три видео всего их тут 23 потом еще закинул там еще 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 и 25 июня последние три ролика и специально для того что просто это типа как проверка своих же мыслей да так сказать и многие об этом тоже говорят ютуберы что даже если вы в конечном итоге в какое-то время прекратите там размещать ролики все равно будут идти просмотры и за монетизацию это уже следующий шаг вам будут капать денежка вам даже не придется ничего делать и как видите все равно просмотры идут здесь у меня выставлено за 90 дней для того чтобы вы видели что тут нету ничего ноль 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 ни одного ролика и вот когда я решил начать я закинул сюда ролик сделаю на 28 дней и вы увидите тут график размоется более все равно идут просмотры вот здесь видно за последние 28 часов 48 часов вот все равно просмотры идут даже ничего не делая этот канал пока не монетизирован но буквально в течение двух месяцев двух месяцев мне удалось вот таким вот нехитрым способом почти что достичь четырех тысяч часов просмотра что одно из условий монетизации а второе условие тысячи подписчиков пока очень плачевно но то что один из результатов достигнут ну почти достигнут на автопилоте вы можете увидеть так сказать воочию ну тут вот четыре условия для того чтобы подключить монетизацию надо чтобы не было предупреждений но двухфактор это просто телефон подтвердить это так сказать не сложно самое сложное набрать просмотры по часам и набрать подписчиков в крайнем случае если меня припечет вот через какое то время достигнет там четыре тысячи часов просмотра подписчиков можно просто купить а можно и вас дорогие мои зрители попросить еще раз подписаться вот на этот канал который называется спейс микс и таким образом набирать подписчиков мне не к спеху мне меня не припекает мне особо там не надо вот именно его раскручивать так что вот вам так сказать замыкающий пример того что можно на автопилоте достигать каких-то результатов сесть поработать в день может час два может восемь часов кому как удобнее поработал и потом на автопилоте вот как показывает этот вот мужик ему буквально вот само по себе капает денюжка капает денюжка и поэтому начинаем как мы когда-то начинали на амазон пошагово бесплатно каждый может разобраться смотря эти ролики что надо делать и для того чтобы вам было понятнее когда в какой момент о чем идет речь мы делаем следующее если вы хотите конечно наверное вы знаете как добавить пользователя в профиль в основной вот у меня добавлен пользователь вот мой пользователь здесь значит мы вот как видите у меня уже несколько есть аккаунтов то есть аккаунт на джимейл давайте поучить ну джимейл он и есть джимейл что его показывать вот аккаунт джимейл естественно мы открыли джимейл значит у нас есть канал вот совсем пустой совсем без ничего дальше идет фейсбук я сейчас специально показываю вам свои профили которые именно открыты на этом юзере чтобы вы видели что все они нулевые на них не аватарок ничего ноль публикаций но они все свежие то есть есть у вас почта естественно уже в аккаунте джимейл есть ютуб и вы регистрируете аккаунты фейсбук инстаграм пинтерест twitter и 1 один малоизвестный в рунете ресурс называется кора регистрируетесь здесь тоже это аватарка поскольку я регистрировался через аккаунт джимейл вот это аватарка подтянулась теперь для чего мы здесь все эти аккаунты регистрируем потому что чтобы начать работу с аффилиат маркетингом надо иметь как можно больше как можно больше аккаунтов в социальных сетях будут по ходу еще несколько аккаунтов которые мы будем регистрировать по новой открывать но пока что надо будет всем желающим кто конечно решил вместе со мной заниматься и продвигать эту тему постараться на ней заработать шаг за шагом повторять то же самое что сделано здесь все эти аккаунты надо будет привести в порядок закинуть нормальную аватарку баннеры всякие и так далее все это надо будет сделать живым и красивым следующую часть когда я буду снимать ролик про аффилиат маркетинг я покажу что у меня здесь уже все сделано и пока это не будет сделано я не буду снимать следующий ролик то есть закончу и буду снимать следующий что еще надо сделать что я вам всем советую то есть это тоже нам понадобится вот есть такой сайт долфин анти ну дельфин грубо говоря вы видите что это антидетект браузер для задач арбитража трафика тик ток и так далее фейсбук и все такое прочее что надо сделать здесь очень простой вариант регистрации заполняете почту пароль пароль телеграм свой аккаунт в телеграм юзернейм ну промокода нету нажимаете принять условия и кликайте регистрация здесь все очень просто после регистрации вот здесь можно скачать эту программку на windows если у кого windows значит windows если у кого-то мак значит на мак скачать скачали и установили программу у себя на компьютере сейчас я поставлю на паузу скачаю зарегистрируюсь и скачаю программу чтобы пароли не показывать и так после регистрации вы попадаете в свой аккаунт и здесь уже скачка идет отсюда скачать устанавливаете программу ничего сложного там нету ну поскольку у меня уже установлена программа я сразу запущу ее и вы увидите как она работает вот запускается программка и у вас вот появится вот такое вот окно вы можете выбрать светлый фон вот здесь можете выбрать темный фон но мне удобнее на темном фоне работать я выберу темный фон и логинитесь ничего тут сложного нету и войти все нормально зашли и так в первый раз у вас здесь будет все так сказать без без ничего а грубо а грубо говоря я давайте переведу в темный фон так вот эта программка здесь есть можно перевести переключиться на русский вот в уголке и теперь создать профиль что такое создать профиль этот антидетект браузер ну в двух словах давайте я вам объясню расскажу что это это типа вот когда-то наверное вы слышали был такой мультилогин здесь короче каждый браузер он как бы как отдельный компьютер отдельное железо со своим отпечатком со своей видеокартой то есть все ресурсы которые отслеживают чтобы не было мультиаккаунтов они не будут видеть что это у вас тот же самый аккаунт теперь для того чтобы создать профиль надо иметь прокси то есть кроме того что это отдельное железо отдельная видеокарта как бы отдельный совсем другой компьютер еще надо чтобы ваш айпи был другой айпи я покупаю прокси я покупаю вот на этом сайте причем уже довольно таки давно но поддержка работает очень хорошо отвечает вовремя даже выскакивает тогда когда не надо и вот я покупал у них уже в течение нескольких лет из разных стран для разных целей я использовал эти прокси разные опыты там эксперименты делал украина россия в общем много-много стран очень много стран теперь для того чтобы нам создать полностью отдельный самостоятельный как бы профиль что нам надо сделать нам надо так один прокси вот я сейчас вам покажу как надо набрать прокси первый шаг набор прокси вот смотрите здесь хоть и мелко но видно вот при клике вот на айпи он видите копируется я всегда google переводчик очень часто использую как просто лист бумаги вот скопирован айпи это называется айпи ставим двоеточие после айпи ставим двоеточие дальше нам надо скопировать порт вот когда зарегистрируете зайдете сюда купите прокси увидите здесь два порта первый это http второй это socks мы копируем передний http клик по нему опять скопировано скопировано вставляем сюда опять двоеточие двоеточие дальше нам надо скопировать логин вот он кликаем по логину скопировано вставили сюда и кликаем по паролю вот он пароль и через двоеточие вставили сюда вот нам надо получить вот такую вот такую вот строчку для того чтобы создать профиль то есть еще раз само айпи сами прокси порт через который работает прокси логин и пароль я это все так показываю потому что это все не рабочие уже так что не пытайтесь использовать и теперь смотрите создать профиль создать профиль мы перешли в дельфин создать профиль кликаем создать профиль у нас открывается вот такое вот окно здесь очень много разных настроек которые можно поменять подрегулировать использовать для себя там не знаю что но всего этого не надо когда вы кликаете создать новый профиль у вас вот здесь вот видно сразу другой юзер агент сразу другой веб веб чел то есть все то что надо чтобы не путать вас все то что надо чтобы любое любой сайт вас видел как совсем свежий компьютер если хотите можете вот новый отпечаток сгенерировать видите поменялись цифры и там и там но это смысла нету потому что если какой-то отпечаток уже кем-то используется вам тот же самый отпечаток эта программка не создаст так что вы не пересечетесь ни с кем и в том числе и сам с собой так сказать ну давайте кликнем здесь название то есть чтобы вы знали что это за аккаунт я назову его тест вот так тест дальше ничего не трогаем только вот вот в этом окошке кликаем новый прокси и вот в первое же поле вставляем прокси в том формате в котором мы его создали вот так копируем и вставляем сюда сразу же идет чек и сейчас напишет что прокси не работает или не проверяется то есть оно уже не действует потому что я как вам говорил уже оно не рабочее сейчас я опять же скопирую нормальный рабочий прокси создам профиль назову его тест новый прокси и сюда вставлю рабочий прокси control v и пойдет чек прокси рабочий украинский город Киев и так далее и в конце кликаем создать создать вот у нас создался новый профиль запускаем его вот запуск и внизу сейчас вам не видно вот получаем совсем отдельный новый профиль новый хром со всем со всеми вытекающими последствиями здесь внизу есть значок хрома фиолетового цвета это и есть этот браузер он совсем отличный совсем ни с чем не пересекается то есть это отдельно ваш браузер я сейчас его закрою то есть как закрываем как выходим из этого аккаунта закрываем и обязательно надо дождаться чтоб даже вот эта зеленая галочка ушла все теперь этот профиль закончен так сказать понятно да и у нас получится совсем отдельный юзер нам это понадобится в последующем сейчас чтобы не перегружать то есть первое то что нам перво на перво надо надо в хроме в своем обычном хроме добавить пользователя вот добавить пользователя добавить этого пользователя вот через gmail вот он этот пользователь со своей почтой и чтоб у него были вот все эти вот профили в соцсетях единственное что вам мало знакомо это квора остальное в принципе вы все знаете как там зарегистрироваться тоже особой проблемы нету значит зарегистрировать все это зарегистрироваться в дельфине скачать ее на компьютер и зарегистрироваться вот в этом сервисе по продаже прокси ссылки на дельфин и на этот вот сайт будут в описании регистрируйтесь по ним эти оба обе ссылки они реферальные если что мне тоже будет капать денежка это не главное можете и не по ним регистрироваться можете просто по ссылке прямой и так на сегодня вот в этом ролике все следующий ролик как было сказано я запишу после того как все эти аккаунты у меня будут человечными ну что ж всем удачи всем пока пожалуйста подпишитесь на этот канал и на мой канал до встречи до встречи